Если еще несколько месяцев назад практически каждый ходил в маске, что и привело к снижению числа зараженных коронавирусом, то сейчас можно все реже на людях увидеть этот незамысловатый, но тем не менее полезный аксессуар. С понедельника число зараженных ковидом выросло с 207 до 298. Если в последние дни не было смерти от коварной инфекции, то сегодня ее жертвами стали аж трое. Хотелось бы призвать все наше население, чтобы они, даже если находятся в местах массового скопления, постарались бы ходить в масках, для того, чтобы защитить не только себя, но и все-таки они после того, как находятся в местах массового скопления, приходят к себе домой. Осень, как правило, сезон простудных заболеваний. И что ОРВИ, что коронавирус имеют похожую симптоматику. И точный диагноз могут поставить только медработники. Но основное, что должен сделать человек, подозревающий у себя ковид, простуду или грипп – это самоизолироваться. По словам врачей, чем меньше человек двигается, контактирует с людьми, тем меньше он заразит их. А те, в свою очередь, по цепочке других. Пусть это будет грипп, пусть это будет остро-респираторная вирусная инфекция, пусть это будет ковидная инфекция, то единственные методы защиты – это социальное дистанцирование, ношение масок, обработка мытью рук. И необходимо избегать массового скопления людей. Это основные методы, которые придумало не только Министерство здравоохранения Кыргызской республики, но это те методы, которые признаны во всем мире. О первых случаях коронавируса у нас в стране стало известно в марте. С тех пор ковидом заразились 49 097 кыргызстанцев, вылечили 43 798, потеряли мы 1069 наших граждан.